Здравствуйте! В эфире информационная служба Первого канала. Главные события к этому часу. Определено точное место падения лайнера А-320. Самолет лежит на глубине 500 метров. Для изучения обломков понадобится специальное глубоководное оборудование. В Сочи начинается опознание жертв трагедии. Всего из воды излечены тела 46 человек. С родственниками пассажиров сейчас работает специальный отряд психологов. В Сочи началось опознание погибших в авиакатастрофе на Черном море. Ранее в порт города были доставлены 46 тел пассажиров и членов экипажа самолета А-320. Всего же на борту находилось 113 человек. Родственники погибших прилетели в Сочи еще днем. К тяжелой процедуре их несколько часов готовили психологи. Последняя информация из Сочи у Кирилла Полынина. Связь с аэробусом прервалась в 2 часа 13 минут по Москве. Сразу после того, как пилот подтвердил команду диспетчера увеличить высоту до 600 метров, и заходить на посадку на вторую полосу аэропорта Адлер. До полосы самолет не дотянул чуть больше 5 километров. Я встречал их. Встречал и сказали, что самолет пропал из Ротари. И повышали, и все. Сказали, что самолет в море уже. Встречающие рейс терпеливо ждали новостей. Хоть каких-нибудь. Часами стояли под дождем. Многие не ушли из аэропорта до сих пор, хотя уже в полдень стало ясно. Спасти кого-то живым надежды нет никакой. У нас уже 8 плавсорец. Да. Сейчас сбор в основном этих фрагментов самолета. 25 поисково-спасательных судов работают на месте катастрофы. Каждый час портовый буксир привозит к причалу Сочи обломки самолета и тела погибших. С ними немедленно начинают работу криминалисты. Самую тревожную версию о возможных причинах случившегося отбросили в первые же часы. Это не теракт. Фрагменты обшивки, фрагменты кресел самолета, те детали, которые изымаются, не дают нам основания полагать, что был совершен теракт. Всего на борту аэробуса было 113 человек. 8 из них – члены экипажа. По предварительным пока сведениям, этим рейсом из Еревана в Сочи летело 27 граждан России. Оперативный штаб по расследованию причин трагедии был создан через несколько минут после катастрофы. Прибывший в Сочи министр транспорта России Сергей Левитин обозначил основные приоритеты работы. В первую очередь следует позаботиться о родственниках погибших. То касается причин катастрофы, в штабе об этом говорят осторожно. Сейчас обломки самолета свозятся на специальную площадку в аэропорту Сочи. Их изучают специалисты. Окончательную ясность должны внести два бортовых самописца, так называемые черные ящики. Но их еще только предстоит поднять со дна моря. В неофициальных разговорах специалисты говорят, что причиной катастрофы мог стать человеческий фактор. Пилоту аэробуса предложили самостоятельно принимать решение, будет он сажать самолет или нет. Пилот поначалу отказался, а потом все же решил производить посадку. Видимость на полосе в аэропорту Адлер в этот момент составляла более 300 метров. Специалисты говорят, что это сложные условия, но вполне достаточные для того, чтобы безопасно посадить аэробус. Кирилл Полынин, Алия Ребжанов, Дмитрий Баранов, Первый канал, Сочи. Обстоятельства авиакатастрофы расследует специальная комиссия, в которую входят эксперты из России и Армении. Только что в аэропорту Адлера завершилось экстренное совещание с участием министра транспорта России Игоря Левитина и министра обороны Армении Сержа Саркисяна. И сейчас Игорь Левитин на прямой связи с нашей студией. Игорь Евгеньевич, все-таки пришла комиссия хоть каким-то предварительным выводом или мало времени прошло? Прошло недостаточно времени, но сейчас большая хвостовая часть самолета будет доставлена на специальную площадку, где наши эксперты будут внимательно ее обследовать. Работают спасатели. Думаю, что круглосуточная работа позволит нам с прибытием глубоководного аппарата поднять те части самолетов, в которых могут быть речевые самописцы. Скажите, появилось очень много версий падения самолета. Вот какой все-таки вы склоняетесь больше? То, что мы знаем сейчас, это неблагоприятная обстановка погодная во время посадки самолета. И сейчас наши эксперты совместно с прокуратурой начинают расшифровывать переговоры диспетчеров с экипажем самолетов. И я думаю, что это даст какие-то предварительные результаты. Вот переговоры расшифровываются, но известно, что черные ящики еще не нашли и, быть может, даже не найдут. Что вам известно, что вы можете сказать по этому поводу? Мы предполагаем, что эти черные ящики могут быть в одном из фрагментов, которые мы обнаружили, или в тех фрагментах, которые еще мы пока не достали. Но с прибытием сюда специальной техники мы думаем, что это будет возможно. И еще скажите, все-таки как вы думаете, когда можно будет говорить об окончательных выводах? Сколько времени понадобится для работы комиссии? Мы будем работать до тех пор, пока не найдем все фрагменты самолета и тел погибших. Правительственная комиссия закончит свою работу только после того, когда мы сумеем обеспечить всех родственников той информацией и теми вещами, которые мы сегодня с ними согласовываем. Спасибо, Игорь Евгеньевич. На прямой связи со студией был министр транспорта России Игорь Левитин. Он сообщил о начале работы специальной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы. МЧС направляет в район катастрофы дополнительную технику. Группа специалистов уже прибыла на самолете из Москвы. А из Геленджика по море в район поисков идет глубоководное оборудование. Оно необходимо для продолжения работ на дне. Определенное место падения самолета. Глубина в этом месте составляет от 500 до 600 метров. Силы средств в районе 17 спасательных единиц, то есть кораблей. Маломерный спасательный флот. Туда доставлены водолазы центроспаса. Туда направляются различные барокомплексы и локаторы бокового обзора и роботы, которые могут работать на такой глубине с целью нахождения черных ящиков, элементов конструкции для выяснения причин катастрофы. Водолазы работать на такой глубине не могут. Вот только глубоководные роботы, специальные батискафы, как управляемые без человека, то есть роботы, так и управляемые людьми. Весь день в аэропорту Адлера с родственниками погибших работали психологи. Это врачи из Центра экстренной психологической помощи МЧС. Главная задача хотя бы немного успокоить людей и подготовить их к процедуре опознания. Специалисты утверждают, что многие родственники пока находятся в шоке и не способны осознать происшедшее. Есть люди, которые, сразу не осознав, что произошло, через час, через полтора только начинают осознавать эту трагедию и начинают рыдать, плакать. Бывает истерика. С сердечным приступом был госпитализирован мужчина. По факту катастрофы лайнера армянских авиалиний Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Помощь местным следователям в Сочи уже вылетела бригада следователей из Москвы. Прокуратурой Краснодарского края возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Полностью исключена версия терракта. Для этого нет никаких объективных данных. И свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразил Владимир Путин. Утром он позвонил по телефону президента Армении Роберта Кочаряну. Лидеры двух стран подробно обсудили ход поисковой операции. По решению Путина и Кочаряна в пятницу, 5 мая, в память о погибших в России и Армении будет объявлен траур. И как сообщила пресс-служба президента России, Владимир Путин поручил правительству оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолета А-320. Информация о погибших в ходе спасательной операции все время обновляется. Последние данные родные и близкие могут узнать по телефонам горячей линии. Они открыты в Москве, Сочи и Ереване. Их номера вы видите сейчас на своих экранах.